Приближающиеся выборы президента Турции по праву можно назвать событием мирового масштаба. На сегодняшний день она является одним из сильнейших государств в своем регионе. Она активно расширяет свое влияние на соседние страны и претендует на особую роль на международной арене. В президентских выборах участвуют четыре кандидата, однако только два из них имеют реальные шансы на победу. Это действующий президент Реджеп Таип Эрдоган и лидер оппозиции Кималь Калыч Дороглу. В настоящее время вектор политического развития Турции до конца не ясен. Там действительно сталкивается несколько разнонаправленных течений. Это и течения, которые явно ориентированы в сторону Запада, есть и пан-тюркизские течения, но есть и течения политические, которые всячески высказываются за сотрудничество России. Отношения между Россией и Турцией в 21 веке носят неоднозначный характер. В течение последних лет были периоды серьезного охлаждения, однако на текущий момент страны могут похвастаться активным сотрудничеством и позитивным ростом взаимоотношений. Сегодня Турция выступает одним из главных партнеров России. Политика Эрдогана более чем устраивает. Примеров взаимной помощи и сотрудничества немало. Это и зерновая сделка, которую многократно обсуждали. Сейчас опять ставится на повестку дня вопрос о пролонгировании зерновой сделки. Это и открытие атомной электростанции в Турции, которая создается за счет российской поддержки. Это, безусловно, свидетельствует о том, что, да, действительно, отношения между Россией и Турцией сегодня на подъеме. Что касается предстоящих выборов, то Реджепта и Эрдоган – лидер. Он находится впереди других кандидатов и за него готовы отдать голоса более 50% граждан Турции. Шансы на переизбрание Эрдогана довольно существенные, однако и для других кандидатов еще не все потеряно. Главным противником Эрдогана считается Кемаль Кылыч-Дар-Оглу, который за последнее время делает весьма противоречивые заявления. В целом он, конечно, выступает как сторонник прозападной политики и, конечно, в этом смысле у России есть беспокойство от этого кандидата, поскольку действительно он несколько раз делал громкие заявления относительно того, что Турция должна активизировать свое сотрудничество с блоком НАТО. Накануне глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сайлу заявил, что целью манипуляции западной прессы в отношении предстоящих выборов Турции является реализация плана Соединенных Штатов Америки. По его словам, Запад проник в политическую систему Турции после 1960 года. Действующий президент Турции Реджепта Эрдоган ликвидировал эти проникновения, но, по мнению Сайлу, штаты уже более 100 лет пытаются отомстить Турции за то, что она не приняла американский мандат. Если все-таки в Турции победит прозападная политическая линия, то, конечно, это будет для России определенной сложностью, поскольку мы прекрасно понимаем, что безопасность Черного моря, безопасность Крыма, она зависит от проливов, в частности, от пролива Босфора, который контролирует Турция. Это может быть серьезной сложностью для безопасности Черноморского региона. Поэтому, конечно, для России важно, чтобы сегодня выборы в Турции прошли достаточно, так сказать, ровно, спокойно и, наверное, переизбрание Реджепта Эрдогана для России вполне и вполне желанный, приемлемый результат. По данным Турецкого избиркома, участки для голосования были открыты в 73 странах мира, больше всего в Германии, Франции и Нидерландах. Карина Саяхова, Универньюс.